Здравствуйте, уважаемые зрители! Союз Онлайн начинает работу в прямом эфире в студии Тимофей Обухов. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре, бодрость духа, грация и пластика, общее укрепляющее, утром отрезвляющее, а если жив пока еще гимнастика. Слова из песни Владимира Высоцкого явно подсказали всем, чему будет посвящена первая часть нашей утренней программы. Моя коллега Ирина Пономарева продолжает постигать азы уличной гимнастики, а Глеб Цибин, основатель движения воркаут в Екатеринбурге, ей в этом активно помогает. Конечно, путь от простых упражнений к сложным может занять не один месяц, но, как показывает практика, нет ничего недостижимого. Главное желание, грамотный подход к освоению техники, выполнению элемента, трезвая оценка собственных возможностей и хороший наставник – вот залог того, что в очередной раз до этого не получавшееся упражнение, наконец, получится. Что и подтверждает личным опытом моя коллега Ирина Пономарева. Дорогие друзья, мы продолжаем наши уличные тренировки. Со мной Глеб и Иван, вам уже хорошо знакомые. Сегодня они проведут для нас очередное занятие. Доброе утро, Ирина. Доброе утро, друзья. И сегодня мы с вами рассмотрим такое важное упражнение из уличной гимнастики, которое называется «Выход силы на две руки». Это упражнение заключает в себе работу практически всех мышц плечевого пояса. Это и спина, и бицепс, и плечи, и трицепс, и грудь. И также требует хорошей взрывной подготовки, то есть работы быстрых мышечных волокон и хорошей нервно-мышечной координации, потому что технически она очень сложная. Но также она очень красивая и позволяет человеку не просто качаться, но еще и преодолевать препятствия. Итак, выход силы на две руки. Вот вы видите, так чисто его Иван выполняет. Суть упражнения следующая. Исходное положение – вис на перекладине. Совершаем мощное подтягивание практически до пояса, забрасываем локти над перекладиной и выжимаем себя вверх. При этом, как вы видите, махи ногами не совершаются, рывки телом тоже не совершаются, и один локоть не опережает другой. Итак, как научиться выполнять это непростое упражнение? Чтобы вообще к нему приступать, необходимо чисто и уверенно подтягиваться не менее 15-20 раз. Чисто, то есть без рывков, без раскачки, в полную амплитуду. И также уметь отжиматься на брусьях не менее 25-30 раз глубоко и чисто. Значит, прежде чем приступить к непосредственно освоению выхода, мы рассмотрим такие два подводящих упражнения, как высокое подтягивание до низа груди, а потом до живота, и глубокое отжимание на перекладине до груди. Итак, смотрим. То есть первая фаза выхода на две – высокое подтягивание до живота. То есть хват у нас не сильно широкий, примерно на ширине плеч. Локти ведем к туловищу, включая мышцы груди. И мощным движением, приводящим, подтягиваемся до груди. Также, чтобы выполнить следующую фазу упражнения, необходимо развить жимовую составляющую. Для этого мы ищем любой турник, выходим в упор любым доступным способом. Ширина хвата такая же, как и при подтягивании. И, сохраняя максимально прямое положение тела, опускаемся максимально глубоко. Я могу просто просить. И выжимаем себя единым мощным движением. После этого нужно освоить, пожалуй, самое сложное. Это техническая часть, переход из виса в упор. Для этого нужно найти невысокий турник. И при помощи ног, слегка запрыгивая, помочь себе выйти в упор. При этом с каждым разом помощь ног мы стараемся уменьшать. Затем мы ищем турник повыше. И также, слегка помогая ногами, переходим из виса в упор. После этого переходим на высокий турник и пытаемся сделать выход силой уже в полноценном его исполнении. Поначалу техника может не быть идеальной. У вас есть право помогать себе следующим образом. Во-первых, это выход не из полного провисания. То есть с согнутыми локтями проще сделать резкий старт. И при этом мы слегка помогаем нашими ногами, делая небольшой мах. Слегка помогаешь себе ногами. Да, вот из такого положения. То есть самая первоочередная задача – это забросить руки вместе с локтями над перекладиной. В первое время даже можно слегка на нее лечь. И потом себя выжать. С каждым разом вы будете чувствовать, как к вам приходит мастерство. Вы делаете выход все чище и чище. И сейчас мы еще раз закрепим, как это должно выглядеть. Так, мощное подтягивание из виса. И отжимания вверх на перекладине. Это все составляет выход силы на две руки. Очень эффективное, мощное и красивое упражнение. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь с вами, занимайтесь на площадках. Благо, в нашем городе их становится все больше и больше. И будьте счастливы. Спасибо большое Ирине, Глебу и Ивану за эту ободряющую рубрику. Ну а продолжить это доброе утро в прямом эфире Первого Православного я предлагаю разговор об отцовстве. Потому что отцовство, потерянное в наше время дар, и для его возвращения в современную жизнь нужно приложить усилия. Причем не только мужчинам, но и женщинам. Ведь их поддержка и помощь многое решает. О том, в чем состоит значение семьи и отцовство для мужчины. Как ему найти свое место в новой системе отношений и выстраивать их. Как воспитывать детей, рассуждает герой проекта «Быть отцом». Это результат совместной работы, редакции журнала для настоящих пап-батя, фонда Андрея Первозванного и издательства «Никея». Сегодня мы с вами услышим ответы Захара Прилепина, писателя, журналиста, музыканта, отца четверых детей. В моем доме хозяин моя жена, а я у нее на побегушках приставлю. Ну, наверное, это одно, конечно, понятие. Настоящий мужчина, настоящий муж и настоящий отец. И разделить на три составляющих крайне сложно. Потому что если отец хороший, а муж плохой, я не уверен, что это получится. Или хороший, там, воспитатель детей. Но мужчина-то вообще никакущий. И не мужчина совсем, да? Ну и так далее. Все это не конструктор Олега, это не разберешь. У меня на части. Вот как раз в самой формулировке вопроса уже ответ заключен. Отцовство – это терпение, смирение и последовательность. Мои дети слушаются всегда. По крайней мере, никаких принципиальных конфликтов у меня ни с одним из детей не было. И все там школьные проблемы, разнообразные там текущие задачи, они так или иначе всегда разрешались. Любые конфликты разрешаются в общении с детьми. Просто в общении, когда слышат друг друга, доверяют друг другу, когда не видят друг друга. А не слушаются, когда просто дети и родители живут отдельной жизнью. Потом вдруг выяснили, что они не слушаются. Они просто не встречались. Потом они встретились, и выяснилось, что они не слушаются. Встречаться нам почаще. Спустя примерно 30 лет друг отца написал мне, Олег Дробышев его зовут, он написал, что в 88-м или 88-м году имел разговор с твоим отцом. И Олег Дробышев пишет, что я был абсолютный демократ и пребывал в иллюзиях, касательно будущего России. А этот твой отец очень спокойно и с таким усталым скепсисом сказал, что ничем хорошим не закончится. Вся перестройка придет колоссальной катастрофе. И прошло 30 лет, и я тебе хочу об этом сообщить, что твой отец был гораздо более продавлив, чем большинство населения нашей страны, в том числе и я. А он что-то подобное при мне произносил. Не мне специально, а просто вот этот, его этот, такой незлобный, такой совершенно спокойный. Он историк все-таки был. Видим какие-то вещи, он как бы не понимал имбьютия. У него не было никаких ни малейших вот этих иллюзий и вот этого задора, который тогда владел, и безумие, который владел моей страной. Вот не слова запомнились, а вот это ощущение от него, что в жизни все сложно. Ну, это я яичко лимоно очень сильно повырял. Просто произошел взрыв в голове, и я стал другим человеком. Просто стал другим человеком. Я его купил на развале в городе Скопин. Знал, что это писатель Дзержинский. А я, мы тогда уже приехали в Дзержинск, ну вот, город Скопин такой, где моя родина. Увидел эту книжку в мягкой обложке, кстати, с этого глагола. Я прочитал, сошел с ума просто. Было поразительное, что мой ребенок, Глеб старший, мне все дети говорили, папа раньше, чем мама. Но это не потому, что я такой замечательный папа, просто потому что мама их всеми носит. В смысле, с ними папа, папа это папа, там, это папа. И вот они это ведут в пропаганду. А старший сын Глеб, ему было совсем мало. Мало было, сколько, я не знаю, он где-то начал говорить. Не знаю, там двух не было, полтора года, год. Зачем маленький совсем был, где-то начал разговаривать. И мы пришли с ним на автобусную остановку, ехали в Дзержинск. Я говорю, ой, Глеб, опоздали на автобус. И он говорит, какой кахмар. Он еще говорит, у вас. То есть он всего знал слов, может быть, 12, там, как бы. Но почему-то эти два слова, он там, папа, мама, там, еще, там, не знаю, попить, есть, там, да. И вдруг он два слова не произнес. Я такой думаю, надо же. А он, как, видим, как-то запомнил какой-то эксвизи, что-то такое. Вот он, какой кахмар. Вот я не помню, я сейчас уже, видишь, я, ну, я на детстве, я забываю, когда дети начинают разговаривать, у меня из башки просто выйдет. Вот, еще он тоже был маленький и сидел, что-то играл на полу. И я уходил, и мне жена говорит, надо хлеб купить. И вот он такой принимает серьезные глаза и говорит, не надо Глеб купить. То есть я, понимаете, ужас пришел, что у него в голове, когда жена просто, как бы, в процессе общения она сможет говорить, надо Глеб купить. Все песни, которые из детства я люблю, я до сих пор, они... Вот у нас появилась, по-моему, году, наверное, в 80-м, пластинка Дольского, «Государство синие глаз», и я все песни напомню наизусть, и дети моих слушают. Самое важное, что надо быть, уметь быть счастливыми, что счастье, оно в каком-то смысле вокотворно. Это не в каком-то прямом, в рукотворное. И это прямое следствие тех, даже не поступков, а чем меньше ты себе прощаешь, тем меньше ты даешь себе поблажек, тем меньше ты совершаешь дурных поступков, тем больше у тебя шансов выходить на все больше и больше просторы, где те будут принимать с распозертыми объятиями. Чтобы дети не начали обвинять мир вокруг них в своих проблемах, а знали все это, что он полностью, он работает как выехал, где полностью отзывается, чем ты ему даешь, он тебя тут возвращает, причем двоекратно и троекратно. Хочу научить их, а счастье это ведь не дар, это труд, вот хочу научить их этому труду. Не знаю, ну, наверное, не все люди просто физически способны тащить это. Хотя, с другой стороны, вот у меня жена, там, моя тонкая девочка, она, в принципе, никто не мог предположить никогда, что у нее будет много детей, четверо детей, никто никогда. А я помню, недавно я вез свою тетку, тетушку на машине, она говорит, когда ты был маленький Женя, я никогда секунды не подумал, что ты сможешь водить машину. Видимо, я был настолько тихоструйный подросток, что думали, что я вообще не жизнеспособен, да. Поэтому это обманчиво. Поэтому люди должны больше на себя брать обязательства, чем они, чем они, всегда нужно чуть повыше планку держать. Поэтому три. Уважаемые друзья, на этом пока все. Спасибо за то, что этот день вы начинаете вместе с нами. Сегодня еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok